Более 200 человек, учащихся в школ и колледже Верхневолже, приняли участие в традиционном областном Дне призывника. В этом году он прошел в Оржеве на базе 32-й дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Ребят познакомились с солдатским бытом, показали вооружение и обмундирование военнослужащих и накормили настоящей армейской кашей. Традиционный День призывника, приуроченный к старту весеннего призыва 2021 года, стартовал в Доме офицеров Ржевской 32-й дивизии ПВО имени Александра Покрышкина. Здесь перед собравшимися выступили первые лица области и города. Был зачитан приветственный адрес губернатора Игоря Рудени. День призывника – это важная часть системы военно-патриотического воспитания молодежи в Верховной области. Мероприятие позволяет молодым людям увидеть армейский путь, оценить техническое оснащение вожженных сил в Российской Федерации, почувствовать себя наследниками великих, радных традиций нашей страны. После официальной части учащиеся школы-колледжей Тверской области всего около 200 человек из 9 муниципалитетов региона проследовали на территорию воинской части 40-963. В разные годы в этой дивизии проходили службу 22 Героя Советского Союза. Сегодня военнослужащие дивизии выполняют различные задачи как на территории страны, так и за ее пределами. Участвуют в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. Будущих защитников Отечества познакомили с историей части. Показали некоторые из тех образцов техники, которые стоят на вооружении, рассказали об устройстве стрелкового оружия. Когда ты правильно его ставил, механизм никогда не вылетел. Теперь твоя задача – в такие механизмы попасть в рейс. Вот у нас две вынетки. И в эти рельсы мы попасть, чтобы механизм не разрушился. Также будущие призывники узнали, как живут солдаты и во что они одеваются. К примеру, вот на этом столе комплектом бундирования предназначены для одного военнослужащего. Здесь летние комплекты одежды, зимняя форма, обувь, средства личной гигиены и многое другое. Берцы летние, берцы зимние. После того, как вы приходите уже в войска, вам будут выдавать форму ПКПО. Как признались участники мероприятия, многие из них всерьез пересмотрели свое отношение к службе в армии. Впрочем, большинство из них, как показал наш опрос, и до посещения воинской части намеревались отдать долг родине. Мне понравилось, что все отзывчивые и добрые. Первое ожидание от армии было, что все люди будут более суровые. Мы увидели много всего интересного. Мне больше всего понравилось, как объяснили про форму. Много вещей, все по сезону, все правильно и грамотно разложено. Научили разбирать автомат, мне было интересно. Заключительным пунктом программы стало посещение полевой кухни. Ребят накормили настоящей солдатской кашей и налили сладкого горячего чая. Равнодушных среди будущих призывников точно не осталось.